К другим темам. В Мангыставской области три населенных пункта находятся в песчаной ловушке, кочующей пески – главная беда села Саускан, Жарма и Сазда. Жители пытаются решать экологическую проблему своими силами. Для вывоза песка, который периодически засыпает здания и хозпостройки, приходится ежегодно нанимать спецтехнику. Пока местное население ищет деньги, чтобы спасти свои дома и хозяйства, компетентный орган уже несколько лет не может реализовать проект по остановке песка. В проблеме разбиралась Тамара Степанова. Подъезжая к селу Сазды, в глаза сразу бросаются засыпанные песком строения. Огромные дюны буквально погребают все, что находится на их пути, говорят жители. Они опасаются не только за свое имущество, но и за свою жизнь. К примеру, сарай Балиян-Абуовой натиск песка не выдержал и рухнул. Пришлось нанять спецтехнику, чтобы вывести обломки, а потом возвести новое каменное строение. Все это очень дорого. Один рейд, чтобы вывести песок, стоит 500-600 тысяч тенге. Такая же проблема и у жителей сел Саускан и Жарма. Там проживают около 250 человек. В основном сельчане занимаются скотоводством. Недалеко от села есть месторождение подземных вод Саускан. Из нашего села воду по трубам перегоняют в Жанаузен. Вот уже 50 лет это длится. Я думаю, земля проседает и песок идет массой на наши села. Пять лет назад, чтобы остановить песчаные оползни, в регионе разработали проект. На создание зеленого пояса и посев Саксаула выделили 422 миллиона тенге. Тогда из-за того, что средства не выделили вовремя, не смогли определить подрядчика. На 2022 год выделены деньги из областного бюджета. Предусмотрено 256 миллионов тенге. С начала года мы четыре раза объявляли конкурс. К сожалению, никто в тендере не участвовал. В ближайшее время в местном Акимате намерены разыграть очередной тендер. А пока жителям трех отдаленных сел придется запастись терпением и снова ждать.